Всем привет! С вами снова не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале Московский Обжора. Сегодня 8 декабря 2017 год, пятница. И я для себя любимого, я только что приехал с работы домой, и сейчас я приготовил себе вот такую вот замечательную белокочанную капусту. То есть у меня получилась тушеная капуста, тушеная, с морковкой здесь, и чесночок. Чего там только нет, чего там только нету. Очень вкусно пахнет, аппетитно и очень-очень полезно. А знаете, с чем я эту капусту сегодня буду полезную употреблять? А вот с такими вот замечательными сосисками. Сосиски называются молочные. Фирма Вязанка. Очень, кстати, вкусные. Всем рекомендую. Это не реклама, это просто мое сугубо личное мнение. Я их как-то в обжоре дегустировал и сделал вывод. Они мне очень понравились. Вот, я себе приготовил, сварил две штуки. И мне этого вполне, я думаю, хватит. Так, а еще нужно добавить изюминку в эту капусту. Что я добавлю, спросите? А добавлю я немножечко кетчупа, кетчупа, немножечко майонезика и обязательно добавлю русской горчички. Вот, я только что для себя любимого положил в тарелочку тушеную капусту и две сосиски от вязанка молочной. Посмотрите, какой красивый на них отобразился рисунок. Видите, вязанка написано. И вот молочный. Вот, и на Останкинских, кстати, тоже так же. Такая вот печать. Видите, какая красота. Вот, я уже себе отрезал три ломтия белого хлеба. Так, вот горчица. Очень вкусная, кстати, 100% натуральный продукт. Здесь нет ни ГМО, никакой химии. Абсолютно настоящая и натуральная. Делают у меня на родине, где я всю жизнь живу. В Москве. Вот, столичная горчица русская, традиционный вкус. Так, давайте мы ее положим, и будет очень вкусно. Прямо на сосисочку, как будто хот-дог у нас будет. Вот, вот, ведь как красиво. Вот, и вот так вот. Будет мало, я потом еще добавлю. Так, давайте сюда немножко кетчупа положим. Положу я сегодня опять краснодарского кетчупа от Махеева. До шашлычного еще у меня руки не дошли. У меня еще полная пачка в холодильнике. Так, вот, кетчупа я положу. Немножечко. Будет мало, потом еще добавлю. И немножечко нужно майонезика. У меня в холодильнике, ребята, даже две пачки кетчупа Махеева. Даже две пачки полных. И вот майонез еще у меня. Видите, почти полная пачка скид. Сейчас еще майонезика я сюда положу. Так, что вы можете тоже так же фантазировать и повторять. Вот такие вот полезные домашние блюда. Это вам не фастфуды в ресторане, там, в Макдональдсе. Здесь все натуральное, очень вкусное и полезное. Поэтому приятного вам всем аппетиту. Поехали. Так, надо перекрестить от злых, завистливых глаз. Господи, спаси меня и сохрани. Когда перекрестишься, еда идет вкуснее. Так, прости меня, Господи. Так. Очень вкусно, все хорошо. На улице сейчас холодно. Зима уже, снега по колено. В Москве, да, снега уже много. А у меня дома тепло и хорошо. Хорошо. Обалденная капуста. Просто. Я даже сразу ставлю по десятибалльной шкале десятку с плюсом, пятерку с плюсом. Очень вкусно. Я туфту здесь не буду, запомните. Туфту я есть не буду. Я всегда кушаю только очень хорошие, вкусные, проверенные и качественные продукты. Ясно? Вкуснятина. Соляночка. Это капуста тушеная, горячая. На улице уже темнеет. Сейчас московское время. 16 часов 10 минут. То есть, пятый час вечера. А вечером сегодня я буду смотреть по телевизору Поле чудес. Чудесное в поле. С Леонидом Аркадьевичем. Очень интересная передача. Как бы язык бы своего не съесть. Очень, ребята, вкусно. Твердую пятерку с агроматным жирным плюсом. Поэтому вам тоже я советую. А сейчас в Оршале очень дешевая белокочанная капуста. Где-то 9 рублей с копейками за килограмм. Но тяжело очень ее нести. Поэтому надо ехать только непосредственно за одной капустой. И тоже так же сделать. Потушите капусту с морковкой. С лучком. Кстати, можно маленько поперчить. Черного перчика добавить молотого. Я так люблю. Я же бурман. Бывает купер сосиски. Они такие мягкие-мягкие, как каша. Слишком уж нежные. А эти вот такие довольно-таки упругие. Ну, кто что любит. Ну, они стоят у круга. Дорогие сосиски, вязанка. Молочины. Стародворческие колбасы. Они очень дорогие. Но очень вкусные. М-м-м-м. Настоящие. Одно мясо. Вот действительно чувствую, как качество хорошее. Очень вкусные. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальцы кверху. Все отлично. Мне в последнее время хейтеры ставят от них дизлайки. Думаю, я буду плакать. Это мне наоборот. Прикольно. если бы только мне об одному одному бы стали дизы бы и писали всякую грязь как это все пишут просто не каждый блогер будет оставлять они все удаляют весь негатив либо скрывают а мне чего бояться я никому не боюсь поэтому я ничего не удаляю как надо это не паришь я уже вышел из этого возраста чтобы кого-то бояться пусть меня боятся всегда дам отпор буду биться до последнего у меня такой характер железный всю жизнь с детства все мне бояться кого мне бояться я никого не оскорбляю мне как-то плевать на эти на всех меня все оскорбляют унижают это да вот они будут бояться а мне чего бояться я делаю свое дело делаю никому жизнь не лезут я только мне лезут спрашивает а где ты работаешь какое ваше дело где я работаю где надо там и работаю вам скажу я потом будете завидовать поэтому я молчу ничего не говорю надо еще положить горчички она у меня в холодильнике давайте еще горчички положим мои хорошие щеговые очень было вкусно аппетитно и полезно продукты здесь все натуральные качественные капуста хорошая морковь хорошим хлеб тоже хороший горчица очень полезно хорошие и сосиски качественные майонез кетчуп что еще нужно для полного счастья горчица очень острая с русским характером действительно столичная она и называют русская что водка русская ядреная что горчица я за всю свою жизнь ни разу не пробовал водку ни разу ни капли вот такой у тебя человек здравомыслящий не горю не пью занимаюсь спортом иногда для поддержания тонуса для здоровья как наш доктор известный мясников ну бывает раз там в неделю я могу там вина себе позволить либо кривка человек который знает меру это герой вот как я например я могу себя назвать героем потому что я знаю меру не каждый человек знает меру далеко не каждый а я узнаю я не я пью я это последняя буква в алфавике я думаю как есть очень вкусно очень вкусно думать о чат чатку я же актер как канал называется мой московский обжора хотя я еще себя веду культурно вообще обжора знать что делает за столом и пукать ли и рогает ли чем-то не делать и чавкает а я культурный худой обжора который знает меру очень вкусно очень вкусно а так если честно эти сосиски конечно все таки ребята очень хорошие да вкусные качественные но немножко все таки резиноватые такие же жестковатые да по сравнению с остаткинскими папа может те конечно лучше сочнее нежнее а эти все таки грубоватые да ну а так опять же кто что любит слишком мягкие это тоже плохо когда все должно быть в меру запомните все абсолютно все абсолютно все и запомните настоящий мужчина не должен много говорить он должен много делать и настоящий мужчина должен слушать уметь а вы только оскорбляете больше вы ничего не можете в этой жизни ничего все было как всегда вкусно не судите да не судимы будете ибо как ул